Отечественные, европейские и азиатские. Новые и с пробегом. Возьмите любую технику и оборудование в Лизинг. Мы предлагаем выгодные условия для бизнеса любых размеров. Аванс от 0%. Одобрение от одного часа по двум документам. Акции, субсидии и скидки от партнеров. Альфа Лизинг. Развиваем ваш бизнес вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Ну что, у нас сегодня пятница, 20 января. Как всегда, начинаем нашу смену. Время 19.46. Пока помыл автомобиль, сделал полную мойку, короче, комплекс за 1300. Поехал 104 километра, а 5 часов за рулем заработал за 3 заказа 7000 рублей. Сейчас встречаюсь с ребятами, мы продолжаем работать всю ночь. Посмотрим, сколько у нас выйдет сегодня, за сегодняшний день. Также хочу напомнить водителям, что подключаюсь на мой таксопарт Аксун на Майбоке. По промокоду Майбок вы получите неделю без комиссии парка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажи же, что влажные салфетки это вообще незаменимая вещь, бля. Да, кстати, влажные салфетки незаменимая вещь, но наш оператор Стас подсказал мне лайфхак. Берете просто снег, чистый, свежий, в Москве с этим проблема сейчас, но ничего страшного. Берете снег, делаете комок и протираете зеркала. За это Стасу 5 с плюсом просто. Потому что мне, бля, почти 35 лет, а тебе в двадцатки еще нет. Мне 16. Что за эту Майбу, бля, это паркетная машина. А Волга, она с повышенной поколемой. Автообзор какой-то был сейчас? Чувак подошел, сказал, что там во дворах стоит крутая Волга, а это, говорит, Мерседес говно, говорит. Правильно. Короче, блин, только один Red Bull был. А все его хотят, да, в любом? Давай, короче, ты должен угадать. Давай. Право, лево или посередине? Наше дело правое. Интересно, а где он посередине спрятал? Тут на меня какая-то жалоба была, непонятно от кого, что у меня спереди. Лежит сумка при пассажирах. Так вот, я эту сумку теперь убираю. Если вы хотите знать, что у меня лежало, на самом деле лежало все необходимое. Мне как бы для съемок, всякие зарядки для камеры, другие шнуры, если вдруг резко у клиента там порвется шнур. Потому что часто бывает, когда клиент вылезает из автомобиля, рвется шнур. Этот монтажер перебил кадр. Пульт от Maybach даже здесь находится у меня. Ну и документы какие-то свои. Ну и вас, многих эта сумка раздражала. Так, у меня первый заказ ребятушки в какой-то двор прям. Вроде коротыш по тарифу премьер скорее всего. Но надо подъехать прямо, я не знаю. Сквозь дебри машин к подъезду. Вот такие вот московские дворики внутри третьего кольца. Попался очень приятный клиент. Ну заказ, блин, стоит 800 рублей, как по тарифу бизнес. Давайте отключим премьер. И будем возить только тарифы элит. Самое главное, чтобы заказы были, потому что сейчас их что-то очень мало. Ну вот и сразу пролетел мне элит. Поеду я сейчас на Академика Королёва. А вы разве не Maybach заказывали? Да, я заказал Maybach. А, вы думали из класса это? Я сначала посмотрел, что там все какие-то черненькие. И уже хотели отказаться от поездки? Ну, я бы накатал. За то, что из класса приехал? Ну, вот я заплатил по цене Maybach. А, и сразу меня в блок бы засунули. Ну, не на вас, а там на руководство. Скажите, у вас нет салаханового пакета? Есть, наверное, обычный какой-нибудь белый пакет. А вам что нужно? Две фрукты. Вам сейчас прям надо? Да. Ну, сейчас я остановлюсь. Пойдет? Ответим. Ну, из-то пятерочки пакет. Спасибо, Свет. Можете задний пакет? Спасибо. Спасибо большое. Все. Могу выключить? Подождите, подождите. Здесь еще... А можно у вас... У вас не будет здесь мусор выкидывать? А что у вас там? Бумажки. Бумажки. Стопка небольших. Ну, давайте посмотрим что-то. Может быть я сложу просто сюда и... У меня какой-то мусор есть специально для... ...всякого, если хватит мне сколько. Все? Да, все. Воды? Пейте, пожалуйста. Массажир. Есть. Пульт нужно дать вам дать? Да. Сейчас открою, да? Спасибо. Упаси Господь, может быть обратно включить премьеру? Да. Здравствуйте. 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 Можно будет поднимать? Да. Здравствуйте. По-моему, вы блогер, да? О, я вас знаю. Я смотрел. У меня что-то в последнее время встреча с блогером происходит. Привез мужиков. Такие же дядьки, как я, примерно, может быть чуть постарше. 2 800. Нормальная поездка, спокойная. У нас такие клиенты, ребята. Пишет сейчас мне молодой человек. Здравствуйте. У вас есть вроде функция массажа ног? Включите девушки. Оставлю на чай. Я ему пишу, что можно включить только для спины. Окей, я сейчас включу ее для спины. Вот привезу ее в текстильщике, куда я сейчас поеду. В текстильщике. Район, где я учился в колледже. И пусть он сам делает массаж ног. Правильно? Скажите, мы через академическую едем? А вы заказали? Не знаю. Нет. Не я, мне заказали. Ну, я Жан. Ну, да. Да? Ну, около метро проезжаем. О, отлично. Если можно там остановить и нибудь. У вас будет. Верта, теперь я на паранойю. Бывает ж гости больные. Что? Ладно, давай. Давай. Да, мне вот Поличка сказала, говорит, рядом с нашим рестораном, вот забрали нас с рестораном, стоял кошеринг. Аутик. Ага. Вот. Вот как только вы под видку, мы сели, она поехала за нами. Вы остановились у метро, а вы остановились. Как только мы отъезжаем, она снова едет прям за нами. Не переживайте, это мои друзья, серьезно, не переживайте. Короче, я просто веду YouTube-канал и меня просто снимают ребята со стороны. Слава Богу Боже, вроде я не паранойя, понимаете, да? Хорошо, хорошо. Окей, ладно, я ему тоже сказал. У нас просто бывает такое то, что гости... Ну, я вас сразу спрошу, а то вы будете переживать. Спасибо. Мы сейчас проедем сейчас пиксички, они также осмотрим тебя. Все, я пока. Спасибо. Может назад, нет? Нет, вперед. Короче, сейчас подъедешь к женщинам и потом скажу, что я сколько раз вез. Это просто человек, точно никаких женщин не было. Великолепный план Уолт, надежный, как швейцарские часы. Скажи, я знаю этого парня. А вон они идут. Он всегда ехал домой. Кобыла, прыгаем внутрь. Алло. Я сейчас кобыла, завтра. Давай быстро. Я сказал, прыгаем, нет, быстро. Кобыла не прыгает. Почему кобыла? У вас так назвали. Близкого расположения с вами ехать. Да, уже. Ну, только я жену вашу видел и все. Больше никого. Вы про свою жену всегда рассказываете. Семейный человек. Я? Да. Вы так думаете, да? Я не знаю. Мы уже не первый раз ездим на самом деле. Ну что, вроде будем выкрывать? Хорошо. А можно просто поставить? А если мы вам майбу уделываем? Нет. Нет, нельзя. Любая шагомарша. Любая шагомарша. Я не уделала. Поставь любая шагомарша. Любая шагомарша. Любая шагомарша. Щелкнуло что-то. Не знаю. Любая шагомарша. Шампанское щелкнуло. Что? Брать все красиво. Если мы где-то протачиваем, с меня пить так. Да нет, нет. Мне деньги не нужны. Самое главное это не на это. Держать все хорошо. Если где-то будет костяк, с меня сразу пить. Хабаровск. Да. Да. Я поставлю любая шагомарша. Я поставлю любая шагомарша. Заебись. Любая шагомарша. 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 Ну не кайф. Обломал. Ноги. Шагомарша. Ноги. Шагомарша. Ноги. Шагомарша, ноги. Полкивает OH Шагомарш. Две. Люба за нас за нас за нас. Давай за нас, взязать. Затем девушкой. А в глядách твоим женаты? Почти. Просто развеют эту процедуру. Почти? Да. Должение сделали? А нет, почему? Скоро дембит! Скоро дембит! Скоро дембит! Комбат. Любой комбат. Это, говорю, просто альбом Комбат, походу. Да, особенно с любой комбатом. Да мы сейчас успеем еще и вашу прослушать. Да, с любой комбатом. Ну что, ребятушки, я буду заканчивать свою смену. Я немножко не доработал, хотел немножко поработать побольше, но отпустил я монтажера с видеооператором. Ну, видеооператор работает не только со мной, Стас. И вот он ехал домой и забыл, он свои документы дома. Паспорт и права, и, короче, СТС-ку. Ну, бывает такое. Человек занятой, как бы, и постоянно в работе. Остановили его ДПСники и не отпускали, естественно, без документов. Он позвонил мне, чтобы я забрал его ключи и съездил к нему домой, потому что даже человека они, получается, не могут пустить, как они сказали. Ну, я подъехал, спросил, отпустят они его или нет. Они сказали нет. Стас мне дал ключи, я поехал к нему домой. И, в итоге, на полпути он мне звонит, говорит, отпустили. Такие вот бывают дела. Короче, это жизненные все ситуации, ничего страшного. ДПСникам спасибо, что отпустили. Ну, у меня такой случай, конечно, тоже был. Я забывал как-то права дома, но СТС-ку я с собой брал. Когда забываешь права дома, по-моему, раньше был какой-то штраф за это. Не знаю, там, копеечный. Ну, также же могут пробить, по-моему, по паспорту. Сейчас уже в госуслугах электронные права появились. Так что, вот, можно воспользоваться этим, если вдруг забыли права дома. Негустая смена, конечно, сейчас стало хуже с работой. Проехал я сегодня достаточно много, 330 километров. За рулем было 13,5 часов. Питерские таксисты сейчас подумают ни хрена себе пробеги. У них там по Питеру 100 километров проехало уже много. А Москва, это город, который, наверное, раза в 4 больше. И вот такие вот у нас пробеги здесь. Это еще не такое большое. Бывают пробеги по 500 километров. Но удалось заработать мне грязью и чистыми. Сегодня у меня последний был использованный купон. 28 тысяч рублей. Плюс, как-то мелкие чаевые. Всем, кто смотрел ролик, я желаю удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok